Ночью могут сниться кошмары, друзья, но этой ночью мы играем тук-тук, по крайней мере я это делаю. Сейчас меня пугает кастрюлька и пугает лужица, а еще больше меня пугает, но я об этом молчу, то место, где спит наш главный герой. Подтеки под матрасом очень сильно настораживают и непонятно происхождение этих шоколадных пятен, плюс, знаете, как в больничках, то не самых хороших, такая вот на колесиках кроватка, это офигенски стрёмно. Ну, я могу тут выключить свет, но толку от этого мало. Движемся, в принципе, более-менее стало понятно, что как делать и... Вот сюда нам, походу, и надо. Но прежде, прежде, давайте-ка зажигаем свет в доме. У нас явные проблемы с электрикой, это заметно. Друг, ну что? О-о-о, не надо, не надо, шутить так. Давай. Зажги эту прекрасную люстру. Я думаю, твоя бабка еще ее повесила тут. Давай, зажигай. Я подумал, что это на стенах часы висят, а это, видимо, знаете, как определяют возраст дерева по кольцам? Насколько это я еще помню из уроков, по-моему, по природоведению. Были уроки такие в школе. Так, готово. Сейчас он вспомнит, что там да как. А-а-а. Та-та-та-та-ра-та-та-та. Беги, мудак. Беги быстрее, сука. Быстрее. Господи, чтоб ты был здоров. Радует то, что я хотя бы назад, как бы, не возвращаюсь на прошлый уровень, а меня просто перекидывает в начало этого. Хорошо. Значит, монстры, получается, что респомнится рандомно. Меня не сбыть этими шутками. Я эмпирический человек. Ты эмпирический человек в вакууме. Феерический долбоюб, да? Так, хорошо. Давай, зажигай. Ты знаешь, друг мой, мне кажется, что ты бы составил идеальную компанию Алиски, которая в зоне риска. Так, давай. О! Найсово. В принципе, за уровень надо найти 3-4, да? То есть, чем дальше, тем больше. Сначала 1, потом 2, 3 и так далее. Проходим. Уже долбятся. Уже, блядь, долбятся. Я слышу, как они в дверку пытаются войти, но у них это не особо получается. Где же дневник? Может быть, здесь. Эй, отзоветесь страшные существа. Вы не даете мне покоя. Боже, я вот в эти игры играю, а потом, бывает, это дело снится, потому что человек, я, в принципе, довольно впечатлительный. И подобная херотень может вполне себе присниться только в современной интерпретации в мозгу Брэйна. Так, не надо выключать. Не надо. Давай спускаемся. И, наверное, сейчас еще пониже. Не люблю подвалы. Вообще не люблю подвалы. Давай, жги. Жги, братюня. Готово. Вспоминай, пожалуйста, часики мои хорошие. Ой, как я вас люблю, волосатые мои часы. Я знаю песню про волосатые сиськи, но про волосатые часы еще не было. Крути, крути. Тихо. Тихо. Давай дальше. Так, ну, а если мы наткнемся на какую-нибудь бубуку, то есть шанс как бы выжить, потому что мы уже часики-то крутанули два раза. Еще два раза, ребята, мы, получается, это дело пройдем. Вспоминай быстрее. Удок. Давай быстрее. Быстрее, кусок дерьма. Что? А, ты вспомнил только парочку каких-то засохших веток. Ай, гиены сожрут тебя в аду, я чувствую. Так, кто-то с нами разговаривает. По-моему, это прекрасная миледи, у которой нет головы. Или та миледи, у которой есть голова, но она в виде гроба. Так. What the fuck? Ладно, меня куда-то тпшнуло. Хорошо. Сделаем вид, что этого не было. Мне как-то, знаете, ни горячо, ни холодно от того, что тут появилась стремяночка, лестница, да, и какие-то детали непонятно. Да, ничего. О, ребята, туда явно идти, наверное, не стоит, потому что, смотрите, мы два раза часы крутили, да, у нас жопа полная. Давайте еще раз ради интереса проверим. Что там за говно такое? Так, крути. Вот. Монстры у нас отнимают, конечно же, наше с вами время. Вот оно появилось, опять же. Давай, крути. Так, хорошо. Бля, да что ж ты будешь делать? Ай, дерьмо, кусок. Хорошо. Хорошо. Главное не паниковать, потому что паника причина всех бед. Даже паника в летсплее. Надо эту разруху убирать. Так, ничего, я думаю, справимся. Я думаю, как-нибудь да справимся. Конечно, есть люди, которые просто живут в этой игре, они знают каждый шаг. Но для меня, такого неискушенного игрока, который играет второй раз, более-менее... Блин, нет. Да хуй глаз. Так, от глазика надо держаться подальше. Но что мы можем сделать? Давай, думай. Вспоминай. Я этого не знал, ребят. Реально, если бы не подсказали, я так и думал, что он там просто пытается... Может быть, спать. Знаете, он спит на ходу, говорят. Так, глаз по-прежнему тут есть. Что я могу сказать? Давайте попробуем. Быстрее, пожалуйста, быстрее. Господи. Вот, он пропал, но... Что нам это дало? Время вроде бы не забрало, я так смотрю. Вроде бы как и было. Семь часов ровно, да? Так и осталось. Хорошо. То, что я торможусь в каждой комнате, зажигая лампы, это, естественно, нам не идет на руку. По-моему, ты глаза закрывал, друг мой хороший, нет? Это место я помню. И у меня тоже был один тайничок. Так, значит, мы придвигаемся... Движемся все ближе к месту, где якобы был тайник. What the fuck? Жги, пожалуйста, я тебя прошу ради всего святого. Что еще осталось в твоей гребаной жизни? Вспоминай. В этой комнате точно что-то должно быть. Здесь жарко. Жарко, да? Жарко? Ну, вспоминай. Вспоминай уже. Такого хера. Ничего не хочется вспоминать. Ладно. Но нам вроде бы показывали, что надо где-то тут что-то найти. Да? Должна быть комнатка. О, Господи, что это такое на стене? Тихо. Там появляется глаз. Ребят, ну, понимаете, как бы комната намекает на то, что здесь что-то должно было быть. О чем ты думаешь? Эх, боюсь, что ты не поймешь с моей вульгарной фантазией, о чем я думаю. Может быть, какой-то тайник. Тут что-то было только что. Как-то... Вы видели? Как-то странно оно загорелось. Так. Так, ну что, я поднялся повыше. Поднялся фактически на чердак. Видите, я вам показываю такие моменты. Скоро, может быть, получится, если мы найдем хотя бы одни часики еще. Но почему-то наш друг не спешит вспоминать, что было в этой комнате. Видимо, просто он не помнит. Да, он просто, кажется, да? Так, ну что, дружок? Тут, понимаете, надо уже реально предельно аккуратно. Вот, вспоминай, пожалуйста, часы, часы. Не думай о шлюхах, не думай, не знаю, бобрах или о чем-то таком пошлом. Подумай о часиках. Эх, что ж ты будешь делать? К сожалению, он тут ничего полезного, в принципе, для меня не увидел. Ладно, давайте спустимся еще пониже и пойдем поглядим, что у нас тут. Вспоминаешь, что тут было, помимо твоей кроватки? Нет, выйти нельзя. Выйти можно, я так понял, только когда дверь открыта. И открывается она на определенных уровнях у нас. Тут что-то может быть, как ты думаешь? Потому что тут часы у нас уже были. Может быть, здесь? Нет? Ой, не люблю я этот подвал, честно говоря. Не особо горю желанием всегда сюда спускаться. В принципе, если мы не найдем часы, а нам придется еще минут пять реального времени тут тусоваться между этими комнатками, и тогда, может быть... Ай! Что-то я не помню раскатов грома тут. Это, конечно, завораживает. Так, тут комнатка с глазом, насколько я помню, поэтому зажиг... Нет, лучше не будем зажигать. Потому что, когда я включаю лампу в комнате, сразу происходит какая-то беда. Происходит беда. Так, ну что, дружок, давай уже вспоминай что-нибудь. Не хочет. Ну, я думаю, что мы с вами, наверное, и так дойдем, да? Давай, давай, глазик, иди в жопу. Ну, так. Тут ничего. Тут мы уже представляли. Ну, я думаю, сейчас мы и так пройдем, потому что у нас осталось буквально одна-две минутки, и мы уровень этот закончим. Я предлагаю подняться повыше. Свет везде горит. Нигде он, в принципе, не выключается. И это офигенно. Я возвращаюсь к себе. Где был... Где, в принципе, начал этот уровень? Ждем. Все. Вот так вот мы прошли. Может быть, где-то и было, конечно. Вот, например, на чердаке была хорошая комната. Скорее всего, там могли быть часы. Все живет. В эту игру нужно играть в тишине. За два часа до рассвета соберите гостей. А все выбирают себе по человеку. После этого гости должны бесшумно ходить по дому. Каждый напряженно думает о своем. Рано или поздно вы услышите голос. Птицы, птицы. Собирайтесь вокруг мраморного гнезда, чтобы плодиться, да? Все должны замереть. Если шорох продолжится, это значит, что игра окончена. Нужно немедленно прекратить. Среди вас невидимка. И это офигенно круто. Так. А тем временем мы движемся дальше в поисках чего-то неизведанного. Вот улитка с ножками наверху в левом углу, она просто доставила. Это определенно вызывает во мне буря эмоций. Доброе утро, мудак. Ну, че? О, у нас уже, смотрите, какая лампа. Вроде вдруг у нас была то свечка, то лампа такая вот. О, че-черные, очень жигучие. Я иду. Природа машина. Природа сильнее человека. Все неразумно и просто все объяснимо. Если законы просты и стабильны. А, и самый надежный из них это время. Циклы, распады, необратимые, но повторяющиеся процессы. Оно всегда что-то там делает, и я не успел прочитать. Ладно. Так, хорошо. Я сразу иду в комнату, где у нас были часы. Вроде бы. Или я не сюда иду? Вроде сюда, наверх. Да, давай. Вот. Мой любимый гремлин. Давай. Крути шарманку. Крути шарманку. Готово. Рот. Оу. Дверка открыта. И теперь мы можем, в принципе, спуститься и выйти на улицу. Ну, надо ли это делать? Вопрос. Вопрос на миллион долларов. Нужно ли нам это делать? Умилое место. Но мне здесь покойно. Это лесная земля, глинопесок, перегной, обычная почва. Чертозема не хватает только. Так, быстрее жги. Быстрее. Вот. Отлично. Есть что-то тут, что может заставить твоё воображение двигаться быстрее? Нет? Ладно. Хорошо. Так, кто-то шепчет. Определённо вызывает бурю эмоцию во мне. Лучше не шепчи. Так, тут надо зажечь. Потому что девочки не самого лёгкого поведения в этой игре могут проходить мимо. Лучше открой сам. Чистых листов остаётся всё меньше. И это определённо плохо. Хорошо, ребят. Мы с вами выйдем. Мне просто интересно. Каждый день я беру атмосферные пробы. Влажный, стабильный состав, азот, кислород. Земля не меняется уже много лет. Всё тот же, что было и при предках. Только беднее. Отмечать этот факт изо дня в день, это моя работа. А моя работа, походу, включать эти грёбаные лампочки. Мы посадили лес, чтобы спрятать дерево. Чудесно. От кого вы хотели его прятать? Это уже другой вопрос. Так, я совсем забыл. Ты вспоминаешь что-то, может быть? По-моему, тут уже и так всё заставлено. Знаете, если бы он эти вещи продал, я думаю, много можно было бы выручить. Купить себе какой-то нормальный домик. Струится на человеческую работу. Так. Друг, ну кроме паучков на стене, я тут что-то особо ничего не вижу. Как насчёт падавала? Вот, мы спустились, кстати. Давайте выйдем. Давайте выйдем. Посмотрим, чего у нас тут печального, страшного есть. Так, опять. Видите, локации, как таковые, они повторяются. И повторяются довольно часто. Сейчас попытаемся найти проход. Вот, и, может быть, если нам повезёт, пройдём на следующий уровень. Так, мы шли-шли. Ни медведи, ни волков, ни даже Машеньки, которая несла вкусняшечку для своей бабушки, тоже нету. Но зато есть дверцу. Давайте зайдём, посмотрим. Да, мы движемся дальше. Чудесно. Мы дошли до глаза. Видно, что это глаз, но, в принципе, и ранее он был. Тут что-то как-то более отчётливо. Я думаю, что пора вставать уже. И теперь летит, летит, плей. Давай. Вставай. Чудесно. Ты просто няшка. Хорошо, ребят. Мы тут, по крайней мере, разработчики хотя бы виды лампочек меняют. Это определенно круто. Вспоминаю же, что тут было. Что же тут было. Я довёл порядок. Можно идти дальше. Вот только свет лучше выключать за собой. Так спокойнее. К тому же меня не будет видно снаружи. Когда окна освещены, я чувствую... Вот, молодец. А почему ты не мог это мне сказать чуть пораньше? Вот было бы реально круто. Мы вспомнили, что тут было, и выключили свет. И призраки не будут видеть нас тут. А при свете мы очень хорошо бросаемся в глаза. Теперь я начинаю вникать. Более-менее, потому что советы людей — это одно. А когда ты сам это видишь, это совсем другое. Славно бы наступил на кого-то живого. По-моему, тут кто-то... О, вспоминай. Отпечатки босых ног. Земля подсохшая, ну сарай. Что это в самом деле? Кто-то ходил во сне. Нет, ну он думает, что это якобы он ходил во сне. Но мне кажется, что мышь в тапочках все-таки. Должен признать очевидное, но не умеет это выше его сил. Мы увидели, что. Что мы тут видим? Хотел сказать фрески, но как-то это на фрески не совсем похоже. Какие-то корючки. Как знаете, в тюрьме эти зыки отмечают, сколько мы еще сидеть. Вот так вот. Очень похоже. Как бы срок считают, да? Календариков-то, наверное, нету. Вот такие вот дела. Опять же. Так, хорошо. Включай свет. Включай. А, он же говорит, надо выключать за собой. Хорошо. Лампочки-то, по сути, работают. Да? Просто потом можно включить лучше чего. Чудесно. Молодец. Хорошо. Теперь все правильно. Вот только свет надо... Я понял, понял, понял. Сейчас выключу. Оп. Видишь, как все правильно. Ребенок. Разве тут был ребенок? Я не помню никаких детей. Ты сам как ребенок, мать твою. Так. Вспоминай. Часики. Я хочу, чтобы ты вспомнил гребаные часы. Что это так? Это, знаете, это похоже на пытки. Опять же, я говорил, у него тут железные девы. Какие-то механизмы, знаете, пытки святой инквизиции. Это мне не очень нравится. Это открыть нельзя. Но можно выключить. Полезли наверх. Тут точно должны быть часы. Ну, стопудово, потому что давно не было. Так. Пока я что-то пытался сказать... Кто-то взорвал мою лампочку. Ладно. Нету ничего, братишка. Часиков, увы, нету, да? Ладушки. Полезли вниз. Пусть всякие бабайки думают, что мы с тобой наверху. Тихо, не надо. Какой-то странный звук. Если такой звук говорит о том, что где-то рядом кто-то ходит. Ну, кроме нас, конечно же. Я буду это иметь в виду. Так. Значит, наверх. Хорошо. Не включаем. Все нормально. Все нормально. Так, давай полезли. Вот. Вот. Тихо. Включай. Я всегда, когда вижу в этой игре пустые комнаты, так и хочется, да? Что-то... О! Смобедай, пожалуйста. Отлично. Отлично. Молодец. Молодец. Крути быстрее. Моя бы воля, честное слово, я бы крутанул сразу до утра. Но тут это приходится делать вот так вот. Эпизодично не надо. Тут нельзя включать свет. Таташечки. Ну, дружок. Чеши уже куда-нибудь. Свет можно выключить? Мимо глаза я могу... Там стена просто, да? Хорошо. Спускаемся пока. Пока спустимся. Зажжем свет тут. Или, может быть, вспоминаешь что-нибудь еще? Нет? Мне просто интересно, почему я не могу открыть комнату, которая находится рядом... О! Уже нету... А, есть. Видите, появился. Ну, открывай. В чем проблема? В чем-то проблема, брат? Что-то ты не можешь открыть. Вот это плохо. Ладно. Нет так нет. Будем искать тогда в другом месте. Но у меня забрали 15 минут времени. Это хреново, ребят. Реально. Это реально жопа. Я бы даже сказал. Какой-то странный звук такой, знаете? Похоже на счет Чигейгера. Когда радиация, да? Какие сталкеры. Многие играли, знают. Так, вспоминай. Давай быстрее вспоминай. Мне надо наверстать упущенное. Меня забрали мои честные 15 минут. Все? Вспомнил? Молодец. Выключаем. Тут... Блядь! Ёб твою, какого хуя кто это? Туши свечку, билибридурок. Туши. Мусор из леса, листья, земля и прочая билиберда. Как оно могло знать? Я не знаю, ребят. Я, в принципе, понял, как тут что-то делать. Прятаться есть? Что вспоминаешь? Может быть, что-нибудь найдешь? Нет? Ладно, вырубаем. Можно лечь, конечно, да? Да, можно лечь. И якобы мы просто спим. Но тогда время будет идти назад. Вот это херовый звук. Так. Жалко, знаете? А может, можно камеру как-то? Можно, блин. А я себе сижу, парюсь тут, как в Angry Birds. Методика та же. Можно отодвинуть камеру, и так сразу видно, кто где ходит. Я что-то не знал, честно скажу. Почему-то методом так тыка. Я об этом понял. Но это было бы логично, да? Вот так вот посмотреть заранее и знать, куда тебе линять. А, в случае беды. Как насчет того, чтобы подняться наверх? Так, тут ничего. Давай наверх. Так, ну чудесная комната. Просто прекрасная. Вот это тоже ничего не... Нет ничего такого, чтобы могло привлечь твое внимание. Хорошо, давай пока включим. Эта дверь тоже не открывается. Так, давайте попалим. Есть кто? Так, конечно, не особо видно. Но можно, в принципе, понять, как куда двигаться. Так, значит, наверху у нас там... Нет, мы должны там пройти, ребят, в любом случае. Мы должны там пройти. Там, где якобы был глаз. Обязательно. О, вспоминай. Давай, мой хороший, давай. Броняшка в тебя верит. Что за дерьмо? Прятки — это не игра, а такой образ жизни. Где бы и как бы ты ни прятался, время всегда идет назад. Потому что есть Алешка. Тебя... Почему нам так и не объяснили? Знаете, я буду периодически смотреть. Кто-то где-то заскрипел. Это хреново. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что там, запели сразу? Нет. Тут он не вспоминает. Просто так мы знаем, что радио работать не будет. Что-то про Бородино там пели или мне послышалось уже. Тут тоже ничего нет, да? Нам надо как-то подняться наверх. И наша цель... Вот те две комнаты. В противном случае, ребята, у нас будут проблемы. Очень серьезные проблемы. Глаза нету. Ай, что ж ты будешь делать? Глазик все равно есть. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте я зажгу. Но мне надо это сделать, я так понял, в любом случае. Глаз-то... Подожди. Тихо. Глаз нас палит. Я не могу пройти. То есть, что... Я просто, получается, видите, так сделал. О-о-о-о. Понятно. Почему туда нельзя, я, к сожалению, понять не могу. Давайте еще раз зажоб. Вот. Мы включаем свет. И наш покорный слуга не может пробраться туда. Так, какого черта? Да. Понятно? Вырубаем свет. Значит, они, скорее всего, первым делом идут туда, где горит свет. Да? Хотя, по логике, почему-то казалось, что их это отпугивает. Так. Тихо. 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 Можно видеть, да, внизу? Вот оно поднялось сюда, по-моему. По-моему, оно поднялось сюда, ребят. Так. Тихо. Я просто не вижу так-то. Я слышу, как какой-то мерзкий звук. Блядь, точно. Сука, так и знала. А, не надо, не било кусок. Что ж ты делаешь? Господи Иисусе. О, а зато мы тпшнулись в эту комнату, кстати. В этом есть свои плюсы. Включай. В этом есть свои плюсы, но меня забрали почти все мое время. О, боже, что ж ты будешь делать? Ладно, давайте тогда искать дальше. Такие гости проявляются лишь в темноте, потому что мрак... Что мрак? Что он делает? Короче, что-то мрак там делается стенами. Вот такие вот пирожки, ребятки. Есть хорошая сторона в том, что мы теперь попали в закрытые комнаты. Очень большой минус у нас сейчас забрали почти все наше время. И если мы успеем наверстать упущенное, будет очень хорошо. Например, если сейчас появятся часики, мы с вами можем побыстрее. Там оставалось-то буквально 10 минут, и мы бы прошли этот уровень. Давай еще вспоминай. Нет, чтобы вспомнить, например, место, где сразу 5 часов стоит. 5 таких вот штукензий. Так, ну это хорошо, это чудесно просто. Ты можешь прятаться, я за тебя бесконечно рад. Прятки самим собой. Так, где-то рядом она, значит, да? Голос мы этот слышим. Зажигаем. Тут есть? Да, 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 да. Вспоминай. Часики, часики, мои хорошие. Давай, крути. Ну что, мы теперь точно знаем, что свет не очень хорошо влияет. Тут ни на кого. Только помогает вспомнить, да? Часики надо искать. Что ты там нашел? Опять... Ну, было же это было, понимаете? Оно повторяется. Так, включаем. Наши бабайки очень хорошо на это дело реагируют. Я предлагаю тут тоже. О, вспоминай. Вспоминай. Ты скорее давай вспоминай. Но это мало что дает. Я вот не знаю, что это нам дает. Тихо. Врубай. О, боже. Боже, боже, боже. В принципе, знаете, я сейчас так подумал. Можно отсидеться. Можно взять и тупо, например, где-нибудь отсидеться. Это время. Ну так, геймплей не будет интересен. В плане летсплейного видео. Тихо. Так, внизу вроде никого нет. Давай. Зажигай лампочку. И, наверное, может быть, ты тут что-нибудь да увидишь. Нам остается 15 минут. Если мы сейчас где-нибудь найдем часики, это будет очень круто. Так, давай. Почему-то в этой комнате он ничего не вспоминает. Видите, это такая, знаете, переходная. То есть тут ни мебели нету. Тихо. О, не надо. Это плохо. Не хотелось бы, конечно, сейчас куда-нибудь нарваться. Сами понимаете. Я не вижу. Вроде бы там чисто. Так-то вроде бы более-менее нормально. Давайте зажжем, посмотрим. Может быть, мы успеем за 5 минут. Ну, пожалуйста. Ну, почему возле твоей гребаной кровати не могут находиться часы? Так, надо выключить. Вот это я забываю. Все время надо вырубать. Потому что таким образом они все прекрасно понимают. Они видят нас якобы снаружи, когда захуплять. Вот пока тут темно. Пока тут темно. Глаз ничего так-то не видит нас, да, по сути? Давай, открывай. Открывай. Как только глазик нас палит, я думаю, как было бы, опять же, с логической точки зрения... Вспоминаешь? Нет? Глазик дает понять, где кто находится теперь. Точнее, где мы находимся. И вот, сейчас закончится, я думаю, уже, да? Давай. Все, ребятки, наверное, мы тут останемся, в этой комнате. А! Нет! Не надо. Не надо, не надо. Давай, 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 давай. Последняя минута. Последняя минута. Мы можем попалить, кто где находится. Тяни толкай, конечно, очень радует. Но с горем пополам вроде бы мы прошли очередной уровень. Так, играем в прием гостей. Накройте стол. Поставьте пустые тарелки и чашки. А в центре простой круглый хлеб. Чашки можно накрыть небольшими листками, бумагой, либо сухими кленовыми листьями. Не выключайте свет, но закройте глаза. Мысленно представьте себе лица людей, которые один за другим появляются за столом. Это ваши гости. Честно говоря, это как записки какого-то сумасшедшего. Так, мы движемся дальше. Мы движемся с вами дальше. И это реально круто. Этот мир еще три, и мы дойдем до монстра. Три мирка. В принципе, может быть, даже и пройдем игру. Я, конечно, не обещаю. Но надеюсь, что что-то такое определенно будет. Так, ну что, ребятки. Давайте, наверное, тут сделаем перерыв. И мы точно знаем, куда нам надо следовать. Давайте я туда дойду. Сразу же. Первое, что я делаю, это моя тактика. Я не знаю, как правильно тут делать. Это был просто сон. Вот я и дома. Да он так разговаривает. Надо так летсплей вести. Всем привет, с вами Брейн. Круто же, чего? Все нормально, все нормально. Понимаете? Не туда-шечки, ты пошел не туда. А давайте посмотрим, как нам туда попасть-то. О-о-о, как все запущено-то. А нет, что-то я парюсь, вот же проход. Я уже испугался, думал, там прохода нету. Так, давай заведем часики. Меня заводят грязные ругательства. Твоя ладокалина, да? Каждому отверен свой срок. Посмотришь на что-то и задумаешься, сколько тебе там еще отведено. Лучше гнать от себя эти плохие мысли. Иначе беду можно накликать на себя? Все, дверь открылась. И сейчас мы сможем пройти дальше. И сделаем мы это обязательно, ребятки. Но в следующей серии с вами был Брейн. Играйте реально только в хорошие игры. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok